Охота на ведьм На Русь воронье собирается Из запада черные ветры Опять тревожат мирный наш дом Всегда кому-то не нравится Когда наш медведь просыпается Кто с мечом к нам придет От меча и умрет Можно только с добром Живи назло врагам, святая Русь Живи в веках славянский наш союз Живи назло врагам, святая Русь Живи в веках славянский наш союз Саня, жми на гашетку Стоп, стоп, стоп Стой, по встрече Никого нет, дорога Какая встреча, ребята Это уже переезд на украинскую Дорога отстрелянная вся Ёлки-палки Заехали опять на Украину Для пассивной обороны Вот мы приближаемся к украинской границе Вот он памятник князю Игореву Памятник мне приближается Там, Наташ, не охраняется, летим Справа, это уже идет украинская территория Миллерово КПП Красную станет Не дай бог сейчас влепят снайпера Им предлагают, что вот эта дорога простреливается В случае нападения им предлагают полями Вот там слева сейчас посмотрите Выходите, огороды, отходы Прямо, потихонечку едем А какая дорога? Пылюган на ней, никто на ней не ездит Брошенная, заброшенная Украина, страна бескрайних степей Богатейших пшеничных полей плодородных Вот этих терриконов Угольных, железорудных Вот одни из них черные Как антрацит Другие подернуты красным цветом Красным отливом Потому что у них много железистых окислов Вот как раз это богатство Богатство промышленности Богатство сельского хозяйства Богатство природы И привлекло не только зарубежных инвесторов Но и захватчиков Равен, Равеньков и так далее Вот там, если как бы заметили Взорванный мост там только что Единственная дорога, которая вот здесь пролегает Которую мы обеспечиваем безопасность Вы знаете, я слышал, что вас очень ценят И любят ваши подчиненные за то, что за год Вы потеряли только одного человека А бои были страшные Да, было такое Было у нас потеря Саша Такой Был, когда он подорвался на рассяшке Вечная ему память? Да, вечная память А вот у ребят, у которых у меня есть У меня больше как бы потерь нету Есть 300-е, да, легкую раненую В каких участвовали В тычках, в боях? Было 4 прорыва На станицу Луганского А пытки прорыва? А пытки прорыва Они прошли? Нет Никогда Вот сейчас ваши ребята обеспечивают охрану дороги Блоки лежат поперек Можно с кем-то поговорить из них, познакомиться Да, боец Он умеет воевать Где воевали, кто вы, представьтесь Прапорщик Страхов Десантный, гвардейский, штурмовой полк Но вы в отпуске Я на пенсии А, даже на пенсии, да? Даже на пенсии Сколько прослужили? 25 лет У вас есть дети? Немного, шестеро О, прекрасно! Значит, есть кому воевать будет и дальше за независимость нашей Родины, да? Как воспитываете? Для меня Родина не пустой звук И все мои дети, они любят нашу Родину, они любят Отчизну, любят Россию Есть с кого идти, есть с кого брать пример Я никогда не обсуждал приказы У меня ребята своего подразделения воюют Он к нам приезжает воевать Я могу сказать так Это братья по оружию Я слышал, что ваши ребята противостоят зачастую гораздо превосходящим силам противника Когда и как это было? Как крест Платова Да, да, да Который мне дали золотой Это была станица Луганская, да? У нас было семеро Тысяча семьсот пятьдесят человек мы держали Может быть Реально Мы держали Потом разведчики Россияне зашли Семь человек У нас было уже четырнадцать человек Продавали БК Леодополе Мы Бой продавался Двадцать три часа с копейками Ну, два-четыре часа Суд Гроба Суд Да Трехминутный Да Мы налупили их Мама не горю Но они не прорвались никогда Дальше бой шел Пожалуйста Другой За отвагу Я получил То же самое Семьсот человек Направил То же самое На отделах было Пятнадцать человек У меня вот ребята Умеют воевать Мы умеем двигаться Мы умеем как бы охранять Свою зону Мы никогда не за ним Ходимся Вы знаете сейчас Такое положение Что вы фактически Выигрываете В бою с многократным Противником А в информационной войне Наша Россия И Луганщина И Донеччина Проигрывает с треском Сколько ложных вбросов Сколько фейков Сколько подлой Несправедливая информация О Чернительской Идет Я сам Смотрел интернет И видел Что на князь горе Которая Что это за князь гора На каждом квадратном метре По килограмму Два замечательных Память Князь и Игореву Я вот как раз читал В интернете Киевского происхождения Оттуда ноги растут Или рога растут Говорилось Что командовал Огромнейшим количеством Войск Российских И пророссийских Генерал-лейтенант Урый А на самом деле Кто вы Представьтесь Вот на камеру Кто вы по-настоящему Я вот Полковник Я пенсионер Пенсионер А что Был у него Значит Помощником Или начальником штаба Кто Дэн Дэн Позывной Дэн Полковник Дэн Нет Он не полковник Он гвардия сержант Это мой гвардия сержант Который По велению сердца Остался здесь Помогать Нашим братьям По оружию Это сержант Сержант Десантник А в Киев С информацией Он прошел Как полковник Мы приехали сюда Мы защищаем Свою родину Многие нас не понимают Как вот мне говорят Ах Делаешь Он же бабки не платит Товарищ полковник Прав ли я Утверждая Что Нашими Ребятами Командуют Все таки Замполиты Все таки Товарищи Служи по работе С личным составом А там Тон Задают Зэки А там Тон Задают Правосеки А там Тон Задают Уголовники Да или нет Раз Две морали Да Чувствуется Да Я могу сказать так За кем пойдет народ За уголовниками Нет Народ пойдет за тем У кого есть правда Вот скажи мне Американец В чем сила Разве в деньгах Вот и брат говорит Что в деньгах У тебя много денег И чего Я вот думаю Что сила в правде У кого правда То ты сильней Вот ты обманул кого-то Денег нажил И чего Ты сильней стал Нет Не стал Потому что Правды за тобой нет А тот Кого обманул За ним правда Значит он сильней Трагические картины войны Обугленные деревья Руины домов Где когда-то жили люди Но весна берет свое И Зелень Прикрывает Остатки Вот этой кирпичной кладки Вот эта встреча Войны И мира Весны И прошлого Горького прошлого Украины Недавнего Прошлого Когда Петр Порошенко Демонстрировал Цветочки Которые украшают Бумажные цветочки Родину Мать Украины В Киеве И наши Западные партнеры Умилялись этому Это был образец пошлости Варварства И цинизма Когда мы видим здесь В разбомбленном Никишине Вот эту скульптуру Уцелевшую Пробитую Простреленную Но уцелевшую Своей идеей И держащую В руках Флаг 9 мая Это имеет право Это вдохновляет На то Что традиции наши Священны Незыблемы Между Украиной И Новороссией Взорванный мост Как символ Разорванных отношений Разграбленные И покинутые дачи Второй мост С приваренным составом Состав приварен К рельсам Всюду разруха Состояние нежилое Брошенное Кошмарное Ломать Не строить Иногда хватает Одного Чтобы превратить В развалины То, что создавалось Годами И служило людям Больше полувека Разбитой Сельской дороги Мы едем В казачью Станицу Познакомиться С человеком Легендой Мы не можем Назвать его фамилию Назовем только Позывной А жаль Ведь этот человек Атаман Казачьей станицы Совершил Троекратный Подвиг И как Атаман И как Верующий Человек И как Воин Единолично Противостоящий Целому Полчищу Захватчиков Николай Иванович Я знаю Что вы 24 года Вдвоем Ну конечно С помощью населения Строили храм Я считаю Это Духовный И физический Подвиг Но вы Не знаете Еще Что Вдохновленный Вашим подвигом Впервые Оказавшись В вашем храме Десантник Прапорщик 247 Десантно-штурмового Полка Виктор Страхов Впервые поверил В Бога В вашем храме Вы хотите услышать Его стихи Которые он написал С радостью Значит Не напрасно Мы строили Так Виктор Где вы Автора Я возьму себе Отпуск Поеду в Донецк Не снимая Разношенных Берцев Там сражался Мой дед Там работал Отец Там должно быть И ты Мое сердце Ротный рапорт Подпишет Крутнув У виска Принимая Привычно Бутылку И такая В душе Поселится Тоска Будто еду В сибирскую Ссылку А в брезентовом Сидоре Лишнего нет Лишь иконка Да ключ от квартиры Русский паспорт Аптечка Военный билет Фотография Три на четыре Без оружия еду Да буду в бою На таможне Не нужно драки Камуфляж Без эмблем Я один изо всех Я готовый боец Для атаки Отчего я поехал Да сам не пойму Отчего по дороге Не спится Это совесть Нас вызвала По одному Пересечь Равнодушие Границу Ну не может Россия Донецку Помочь За великое дело Сражаться Значит дело За теми Кто вовсе Не прочь За своих земляков Пободаться Ухожу Казаченышке В зону огня Чтобы трусостью Жизнь Не коверкать Я не знаю Как примут В Донецке Меня Как в России Пройду спецпроверку Ты прости мне Родня Что покинул уют И жену И детей наших милых Если я не вернусь Они песни споют Поправляя венки На могиле Но стихи Напишу я товарищам Всем Кто изгваздан И в пепле И в саже Но что не смогу То АК-47 За меня Все что надо Расскажет Чтобы правду В душе Ставропольской Сберечь Повторяю я Снова И снова Я готов Встать под пули За русскую речь За великое Русское слово Николай Иванович Я знаю Что у этого У этого поэта У этого человека В голубом берете Десанта Шестеро детей Я знаю И жена благословила его Езжай Помогай Луганску Помогай Донецку Я прав? Как Как Натуральная казачка Настоящая казачка Боевая Подруга моя Потому что Это Как ее звать? Алена Спасибо тебе Алена Спасибо Старый десантник Николай Иванович Прослуживший 25 лет ВДВ Не зря выбрал Это место Для строительства Храма Это господствующая Высота Перед нами Находится Храм А справа От нас Справа от нас Находится территория Уже занятая Украиной И они Не теряют Надежды И не оставляют Попыток Захватить Эту господствующую Высоту За неделю Боев Здесь Порегло Больше 300 Украфашистов Николай Иванович Не отдал Свой храм Вот так Опыт Десантника Опыт Атамана Позволили Превратить Этот кусочек Новороссийской земли В неприступную крепость Стоять ей Во веки веков Прошлого Горького прошлого Украины Недавнего прошлого Беспокоит сердце Художника Члена Союза художников России Александра Гайденко Да Здесь конечно Мы проехали По Донесщине Луганску 400 километров Пути Конечно Были Даже Приходилось Быть на линии Соприкновения Сейчас Нам очень сложно Здесь Ходить Потому что Нас предупредили Что здесь Могут быть Растяжки Мины Эти места Где когда-то Приходилось Проходить Проезжать Проползать На животе У меня Рождаются Короткие Музыкальные Зарисовки Прапорщик Виктор Страхов Я возьму себе Отпуск Поеду в Донецк Не снимая Поношенных Перцев Здесь Сражался Мой дед Здесь Работал Отец И в Донбасс Поведет Меня сердце Мы находимся На въезде В деревню Никишино Где проходили Ожесточеннейшие Бои Не осталось Практически Ни одного Целого дома Если б не было Войны Пацаны Не терял бы я Своих Друзей Не смотрел бы В глаза Матерям Отдавая им Их детей Не смотрел бы В глаза Матерям Отдавая им Их детей А теперь Я иду Мимо вас И не прячу Боли в глазах Если б не было Войны Пацаны Не терял бы я Своих Друзей Не смотрел бы В глаза Матерям Отдавая им Их детей Ей